Здравствуйте, друзья! Арсений Гуличев, врач и стаупат, клинический психолог. Я хочу вам рассказать про семинар, который будет в апреле 5-7 апреля в Санкт-Петербурге. Семинар по перинатальным матрицам. Это часть наших семинаров, которые покрыты темой психовисцеросоматики, психосоматики, стаупатии. Семинар для тех, кто признает наличие действующих на человека факторов, кроме физических, химических и биологических, то есть психогенного фактора. Я не скажу, что это семинар прямо про только перинатальные матрицы, о которых вы слышали, слышали из работ Грофа, что-то, наверное, читали, что-то изучали. Но это канва. Канва мы берем за основу четыре перинатальных матрицы, как опорные точки, а вокруг накручиваем того, что действует, того, что работает, того, что эффективно. Вот задумайтесь, очевидно, что то, что происходит с человеком сейчас, вот сейчас он пришел к вам, начался этот процесс раньше, сильно раньше. Как люди говорят, я пришел, потому что у меня болит плечо, потому что меня продуло. То есть какая-то цепочка логическая в этом устраивается. Но для того, чтобы человек среагировал воспалением или какой-то фасилитацией невральной или еще каким-то образом, он должен был иметь эти реакции и иметь их до того, как его продуло. Я сейчас выхожу намеренно на такой банальный симптом, который крутится вокруг плечевого перератрита или еще какого-нибудь другого. А вот для того, чтобы эту реакцию проявить, он должен был был еще ранее быть к этому готовым. И таким образом мы выходим на первичные реакции очень раннего возраста. Это одна линия рассуждений. Почему мы сильно шире к этому относимся, чем просто обсуждать вопрос беременности, вопрос зачатия, вынашивания родов. Это не про этот семинар. Это про семинар скорее про то, как через вот эти опорные точки ранее заложенных биологических реакций выходить на то, почему сейчас происходит то или иное. Вторая линия это то, что если вы проведете такой простой эксперимент, вы можете сделать таблицу, где вы пишете по порядку какие-то наиболее важные события в вашей жизни, неприятные, болезненные. Вы пишете какие-то ваши травмы, ваши повреждения и эмоциональные, и физические, любые. А в следующей графе вы пишете, какие реакции вы испытывали в то время, когда вы проживали это повреждение. Вы увидите интересную вещь, что несмотря на то, что жизнь ваша сложна и многообразна, и вы, и что только там не было, и вы переживали разные ситуации, вы увидите, что если мы берем какой-то негативный момент, какую-то историю, которая была неприятно, болезненно, вы все время крутитесь вокруг двух-трех эмоций, у вас одно и то же повторяется. То есть несмотря на то, что время идет, возраст меняется человека, он все время пытается прожить это, и прожить это, и прожить это. И эту цепочку когда-нибудь нужно будет разорвать, потому что сколько можно уже крутиться вокруг этого чувства. Иногда люди долго, иногда люди всю жизнь это делают, иногда удается их где-то предоставить им какую-то возможность по-другому на это посмотреть, проявить реакции и психические, и тканевые, и разрешить это. Я сам это проходил, и я вам скажу, что можно долго блуждать вокруг да около, пока не решен этот основной какой-то вопрос. Мы все время возвращаемся в одни и те же реакции, а поводом для них может быть все что угодно. Третья линия рассуждений, которая вывела нас на этот семинар, это то, что есть и немножко над смысл. То есть мы не сводимся чисто к биологии или к физическим телам. Мы скорее какие-то сущности, сути, люди. Человек это нечто, все-таки то, что у него внутри происходит, а не просто его оболочка. И у этой сути, у этой сущности человеческой, у нее есть история. И вот когда эта история начинается, мы обычно считаем с дня рождения. Но за день до дня рождения этот ребенок был, был, и раньше он был. Вот когда считать его началом жизни, в момент, когда он превращается в эмбрионах, или в момент, когда идет гаструляция, или в момент, когда он только зачинается, или когда он был яйцеклеткой. Это не так на самом деле просто определить эту точку, с которой начинается жизнь человека. И мы, взяв Грофовскую модель четырех матриц, берем ее просто как за опорные точки, когда что происходит и как мы можем на это повлиять. Это очень интересно, это сильно расширяет видение человека, видение его жизни, включая его недуги. Мы на семинаре очень плотно, очень плотно. Я сейчас пересматриваю стенограмму прошлого семинара, который был в том году. Это очень плотно. У нас вообще щели не было, где можно было бы расслабиться и поторчать в телефоне. Этого просто не было. Мы с утра до вечера постоянно что-то делали. Несмотря на то, что люди опытные, и они находили для себя в этом что-то новое. И не только теоретически, но и в практическом смысле. Семинар очень практический. Он настроен на то, чтобы работать, на то, чтобы обрести эти инструменты. В процессе семинара будут и некоторые, может быть, неприятные вещи. В том смысле, что, наверное, вы наткнетесь на что-то в себе не очень приятное. На то, что требует самой коррекции в вас. Потому что много работы у нас будет настроено на собственную нейтральность, на укоренение, на психическую, физическую нейтральность. Измеряемые вещи, мы все пройдем. После семинара вы будете лучше, чем до. Его содержание пришло в рассылке по Росе. Если кратко, то мы разберем всю теорию перенатальных матриц. Я ее сильно раскритикую заодно. Обсудим другие теории, которые существуют в этом. Поговорим о том, с какого момента все-таки берется человек и какие факторы на это влияют. Соответственно, мы разберем отдельно тему невынашивания и незачатия. Семь лет женской консультации дают мне право поговорить про это. И отдельно мы поговорим на факторы, которые влияют уже по четвертой перенатальной матрице у ребенка. Какие факторы влияют на его будущую жизнь, как он закладывается. Мы можем признать, наверное, что ребенок порядка 3-5 лет, это уже человек фактически готовый. Он уже настолько имеет реакции безусловные на то, что происходит, что в последующей его жизни он все время возвращается к ним. И занимаясь психологией, занимаясь гипнорегрессиями, я могу сказать, что почти во всех случаях, когда мы разбираем какую-то сегодняшнюю проблему у человека, мы уносимся в этой регрессии в возраст 3-5 лет. Реже раньше, реже раньше. Но 3-5 это точно будет. Вот большая часть событий, которые с вами происходят сегодня, не прожиты тогда. Об этом мы тоже поговорим. Ну и повторюсь, у нас много практики, у нас будут какие-то альтернативные варианты применения нашего технического арсенала, который немножко выходит за рамки стопопатии. Это интересно. То, может быть, к чему вы еще не привыкли, но что можно уже использовать. Мы будем использовать и диалог с бессознательной частью человека, его телесным сознанием. Вот такой семинар нас ждет уже скоро. Так что вас приглашаю от всей души. Будет интересно, будет глубоко, полезно для вас самих, полезно для ваших пациентов. И решение найдется.